МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осмотрел строительную площадку дома номер 31. На месте были участники инициативной группы обманутых дольщиков микрорайона. В первую очередь в начале сентября будет сдан 31-й дом. Его готовность составляет 85%. Следующие по плану – дома номер 37 и 46. На их достройку в областном бюджете этого года выделено 93 миллиона рублей. В домах идут работы по внутренней отделке, прокладывают коммуникации. По словам подрядчиков, малоэтажный дом номер 46 должен быть сдан 10 декабря. 37-й – чуть позже. По срокам? По срокам 25 декабря. До Нового года? До Нового года, да. Андрей, да? Да, Сергей Иванович. Закромно так, пограю. Основной вопрос здесь – благоустройство и пуск тепла. Также дольщиков интересует 35-й дом, самый большой из группы недостроев Запада. Его готовность составляет 70%. Сдачу объекта просрочили уже на 14 месяцев. Я дал поручение, вот Андрей Сергеевич может подтвердить, значит, мы в этом году начнем ее устроить, достраивать. Мы дополнительно с коллегами сейчас пообсуждаем, выделим первый транш, дополнительный денег сюда, и в 2021 году вы объедете. Спасибо. Это право. Таким образом, первый транш в размере 30 миллионов рублей будет выделен в этом году. Выделение денег рассмотрят на сентябрьском заседании областного парламента. В бюджет 2021 года также будут заложены средства на достройку дома. По плану, к лету 2021-го ульяновцы смогут въехать в долгожданные квартиры. Остальные объекты также остаются на контроле правительства. За следующей неделей я прям по каждому из этих домов, и по югу, западу, и по Заводскому, приглашу к себе, так сказать, и вас, и людей, которые там живут. Чтобы вы мне прям под роспись, под видеокамерой, там, на двух улицах объяснили, сказали. Вот под этот дом у нас такие-то деньги нужны, под этот дом такие-то. Под этот дом у нас с вами есть застройщик, там, Премьера, там, Ривьера, там, все остальные, значит, а из бюджета нужно вот такое-то количество денег.